Я, значит, UI-щик, и у меня все клево. Так, сегодня я бы хотел поделиться новомодной технологией, что ли. Недавно совсем появилась и начал мир говорить о этой технологии, и называется она, в частности, сервис-воркеры. Значит, по отзенде немножко пройдемся. Сначала я хочу поговорить о стандартном общении клиента с сервером, немножечко предисловия и концепт middleware, потом, как бы это можно было общение организовать оффлайн, просмотрим API promise, потом просмотрим какие-то примеры сервис-воркеров и непосредственно кэш-API, который нам позволит как-то строить данные на UI. ОК. Ну, в общем-то, поехали. Стандартное общение клиент-сервер. У нас есть наш аппликейсинг. Также для оффлайна и кэширования, в принципе, по-моему, где-то в районе 11-го года или 10-го придумали такую штуку, как манифест, кэш-манифест. Он же аппликейсинг кэш. Это до судьи неудобно, это декларативно, это не программируемо, это нельзя подбазить, это нельзя никак контролировать. То есть ты написал, и будем надеяться, что это будет работать. Вот. И, собственно, сам HTTP кэш, который позволяет кассировать нам какие-то запросы, файлы с помощью хеддеров. Это тоже не совсем удобно, поскольку там приходится писать очень много хеддеров каких-то, это тоже нельзя не подбажить, приходится постоянно угадывать, как это будет работать, не будет работать. Я думаю, много людей с этим столкнулось. Также там бывают проблемы, что какие-то запросы, в принципе, не кэшируются из-за лот-бэлансера или из-за каких-то специфик сервера статики. Вот. Ну и, в общем-то, было бы классно, согласитесь, если бы был какой-либо контроль над этим из браузера и со стороны клиента, в принципе. То есть вот так это обычно происходит. До кэш-манифеста это не доходит. Ну и дальше, соответственно, идет этот реквест, идет куда-то там, вот так он вообще идет, через весь мир, моря, океаны, холмы. И потом начинается этот долгий-долгий процесс поиска. Круто. Работает. Вот. И возвращается эта вся штуковина нам обратно. Это обычно занимает... А вообще еще может произойти, что такая штука, что реквест, в принципе, будет без респонса, он не дошел, или там какие-то непонятные штукенции произошли, или у клиента что-то отвалилось, или сервером что-то случилось. Ну, в общем-то, все прекрасно знают эти все проблемы. Ну и, соответственно, дальше оно пойдет непосредственно в аппликейс. Теперь, для того, чтобы полноценно начать работу с... Вернее, рассказ о сервис-воркерах, надо немножечко понять концепт middleware. Когда я говорю middleware, я представляю себе вот эту фабрику. Собственно, весь концепт middleware заключается в том, что есть много-много обработчиков, которые обрабатывают один какой-то сабжик, добавляя ему какие-то части, или валютивая его каким-то образом. Ну, и, собственно, вот какой-то более такой понятный пример попытаюсь привести. Вот тут у нас есть такой актер в себе, который парень, и он, как все парни, хочет на сыну. Собственно, он делает какой-то запрос в некий интерфейс. Хочу машину. Этот интерфейс заказывает машину, валидирует реквайрменты на эту машину, дизайнит эту машину, потом строится какой-то скелетон, каркас, потом добавляются колеса, то есть шаг за шагом модифицируется этот сам сабжик. При этом эти элементы могут работать в принципе независимо друг от друга. То есть очень легко просто взять и вырвать отсюда, допустим, двигатель. И механизм также будет работать, как и работал раньше, то есть с минимум аффектом, что ли. Добавляется, 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 и в итоге счастливый парень получает машину за огромное бабло. Так, теперь немножечко о Promise API. Очень-очень вкратце, я не буду рассказывать, как его делать, я просто расскажу, как это использовать. На самом деле все очень просто. Есть объект Promise, и у него есть два метода. это then и catch. Все. То есть и оба эти метода возвращают сам Promise. То есть мы можем написать интерфейс типа как request, then, 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 catch, catch. Все, вот так вот. И это очень удобно. Вот так это примерно выглядит в жизни. Собственно, сам Promise, success и fail. Все вроде бы очень клево, понятно. Так, теперь с нашими новыми компонентами. Как это будет работать? Cash Manifest пока отлозом, немножечко неактуально. И вот эти два волшебных компонента. Неизвестных. Так, ну и собственно. В том, что берем старый путь и добавим новый путь. Мы, вот я себе это представлял, изначально таким образом. Мы стучимся в какой-то компонент. Компонент проверяет, есть ли кэш. И если нет, то... Вернее, если есть, то он его просто мне отдает. Нет, так нет. Иди в мир, бери, возвращай, кэшируй и возвращай на UI. Собственно, вот так это сервис Worker и новый кэш API. Пока нет вопросов, все понятно. Может, у вас попробуем. Понятно. Понятно, отлично. Ну и ладно, поехали дальше. Про сервис Worker Lifecycle. Значит, как это работает примерно? Теперь, ближе к деталям. Обычно мы проверяем, есть ли сервис Worker, поддерживается ли он браузером, регистрируем. Регистрируя сервис Worker, создается отдельный тред. То есть, эта штука, она очень подобна веб-воркерам. Кто-то в курсе, что такое веб-воркер? Она работает в отдельном потоке. Я так отделю главный поток и отдельный поток. И, соответственно, у него есть несколько шагов установки. Первый. Это он-инсталл-евент. сервис Worker, дело в том, что он как будто бы вот как обычная программа, он практически вшивается в систему. И он будет работать даже после выключенного браузера. Это отдельная тема. После выключения браузера. То есть, происходит он-инсталл-евент. И вот он-инсталл-евент, и мы можем установить наши депенденции к нашему приложению. Так. После инсталла происходит Activate-евент. В Activate-евенте мы можем, собственно, почистить какие-то старые неактуальные ресурсы, допустим, искать. Ну и, собственно, теперь сервис Worker после этого становится под нашим контролем абсолютно. И вот. Да. Вот так вот. После того, как он стал под наш контроль, мы можем просто отправлять какие-то запросы, и будет возможность их перехватить в этом сервис Worker. Как это создается, примите? Значит, вот пример. Есть, если есть сервис Worker, тогда регистрируй вот этот вот файлик, как сервис Worker. И вот типичный промис API, все хорошо, нет, ну нет, так нет. Вот пример самого сервис Worker. Значит, коротко ОКСа, вернее, не ОКСа, давайте начнем с добавления слушателя на install. Передаем колдбэк, стандартный, как любой клик или еще чего, и говорим, значит, ждем, пока кэш откроет, то есть создаст мой сайт кэш 1, и тогда все, типа, выписи консоль, кэш открыт, и добавь все урлы, которые нужно запишировать. Что сделает вот этот кэш от ол? Он предзагрузит все критические, статические ресурсы, не обязательно даже статические, любые ресурсы, которые нужны для изначального работы, изначальной работы приложения. То есть, допустим, пользователь зашел на какой-то дефолт, на страницу users, но чтобы у него работало все приложение, ему надо затянуть также, не знаю, статические ресурсы с другой страницы, если мы говорим за многостраничное какое-то приложение. То есть, вне зависимости от того, сделает ли страница request или нет на эти ресурсы, мы попросим сервис worker закашировать весь список критических нам ресурсов. Прикольно? Конечно, прикольно. Да, 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 да. Вот. И, собственно, вот так выглядит fetch interceptor. Значит, или middleware, да, собственно. То же самое. Event ответить с cache. Ищем в кэсе request, если он кэшировался, тогда отвечайте тем, что есть в кэше. Нет, тогда делай то дефолтное. И, вот, собственно, этот метод, он вызовет fetch уже на application сервер, туда, в облака, или еще куда. А он сам кэширует? Нет, нет, это будет демо дальше. Так, ну, и вот, собственно, все ивенты прямо из спецификации. Вырезал. Значит, install, activate, fetch и message. Если кто-то работал с веб-воркерами, опять же, там примерно такой же интерфейс. Есть post message, или кто, может, работал с коммуникацией между айфреймами, как-то, или передача сообщения в айфрейм. там есть вот этот post message, и, соответственно, этот скрипт, на который мы постим message, может его в себе обработать и провернуть какую-то свою логику. Также хотелось бы подчеркнуть, опять же, точно так же, как и веб-воркеры, сервис-воркеры не имеют доступа к дому, и, ну, короче, там все очень урезано. Ну, то есть, только то, что может тебе как-то упростить жизнь с коммуникацией с сервером, собственно. Вот. И есть, опять, выбранная прямо из спецификации, это интерфейс кэша. Значит, в кэше есть методы match, который замачит, ну, туда передается какой-то реквест, и он может ответить. Есть, ну, то есть, матчится или не матчится, есть ли в кэше такое или нет. Ой, стуль. match all, ну, то есть, все сравнит, добавит, обновит, удалит, и в берете все ключи. Все, то есть, кэши. Все вроде бы очень клево, просто, и нет никаких лишних методов. Ну, и, собственно, демо-тайм. Демо-тайм. А что мне надо делать? Так. Chrome. Ого. Значит, я, поскольку очень ленивый парень, я взял прям пример ToDo. А чего у меня оно так плавает? Взял ту доску с ToDo листа ADS-мани, который расшарил на гитхабе, прикрутил туда некий REST API с Node.js и все вроде работает? Вот тут такого. Ага, вот уже демо началось. Значит, что мы теперь делаем? Посмотрим на Network. Значит, у нас есть как? Вот. У нас делаются запросы на дефолтную URL, которую я передаю в строке браузера, на некие import CSS, какие-то sales, bundle.js, тоже, который нам критичен, и Node.list. Собственно, то, что вот это вот показано. Ну, вот этот вот title. Окей, теперь что надо? Надо посмотреть, закашировано ли у меня что-либо. Вот тот же MySiteCache версия 1. И здесь видно, что у меня закашированы вот такие ресурсы. То есть дефолтный запрос, JS у меня закаширован, sales.io.js, Node.js и импорт CSS. Вот. Допустим, теперь представим кейс, когда мы заходим в самый первый раз на наше приложение. Так, как найти сервис worker? Chrome добавили себе сервис worker internals под вот такой URL. И здесь мы можем увидеть весь список в принципе всех сервис workerов, которые зарегистрированы в Chrome. А в частности допустим на мой localhost. Здесь виден статус, running статус, что это за файлик под этим скоупом. Да и собственно все. И какие это логи, которые мы пишем в консоль. Вот там строка строка какая, сам месседж и так далее. Так, ну и все. Давайте его инспектировать. Ресурсы. И вот наш сервис корт. Опять же, что мы здесь делаем? Открываем некий кэш, перечисляем список критических ресурсов. При установке мы загружаем все критические ресурсы. Что? Что ж тут человек такой? Привет. Что? Надо вот так увеличивать. Вот. Собственно вот еще консоль на activate и fetch. значит fetch мы передаем туда ответь с тем, что замачивается в кэше по нашему request если все замачилось вернее когда ты найдешь замаченное какое-то значение проверь типа есть ли оно вообще и склонь его там некие проблемы по по side эффектам чтобы их предупредить короче здесь все клонится и собственно что здесь происходит если мы нашли значение в кэше тогда мы его возвращаем если мы не нашли мы делаем клон и делаем стандартный fetch то есть понятно если нет ничего мы сделаем стандартный fetch и когда придет какой-то результат со стандартного фетча мы сделаем он опять же он придет сюда сначала а потом уже в наш application значит когда он пришел сюда мы выполняем на нем zen смотрим на response если у нас response валидный если он не валидный тогда мы все еще пытаемся вернуть какое-то значение из кэша ну не из кэша даже просто возвращаем это значение потому что нам не надо ничего с ним делать оно не валидно но если это валидно оно не зайдет в это условие и перейдет кэш откроет нам кэш нашего приложения mysitecash1 и запишет туда наш реквест все в следующий раз когда у меня я попрошу этот же ресурс у меня вот здесь оно просто выбросит его и не не пойдет никакого фетча сюда значит смотрим как это должно примерно работать вот тут вот тут допустим я хочу сфетчить ноты еще раз помним промазал ну все стима сломалась так смотрим в нетворк вот у нас ноты уже грузились кстати вот когда реквест вернее promise объект приходит из сервис воркера в сайзе тут есть такая пометочка и также есть пометочка в статус коде из сервис воркера все довольно удобно вот дальше смотрим допустим мы хотим сфетчить ноты заново проект не сработал потому что хотим свечить ноты ура сработал смотрим есть нет респонса идем дальше фетчем ну вернее клоним фетчем квест ждем статус код у нас правильный значит мы ничего не возвращаем опять заклоним открываем наш кэш и когда мы его откроем произойдет обновление нашего значения и теперь в теории когда мы сделаем еще один реквест теперь у нас опять что-то не замачивалось нет дело дело в том что работу с кэшем сделали полностью асинхронной на промысах почему потому что как и local storage как и по-моему даже индекс db оно хранит данные на жестком диске работа с жестким диском она всегда ресурсоемкая то есть она долгая и чтобы не делать это не блокировать весь поток скрипта они сделали это асинхронно через промысу ну и только получается так что оно делает только тогда когда это происходит нет простоя треда вот но почему оно не работает так вот еще где можно ладно давайте переустановим стоп там они в принципе никогда не работают ни у кого вот смотрим ресурсы ресурсов нет там они пытаются что-то заменитить на эту тему но я не уверен что пока ну вообще да вот тут можно открыть вот этот ну как-то у меня когда-то останавливалось здесь окей так вот давайте еще раз пробуем его ооо наконец-то так прошел кэш оно все закэшировало теперь смотрим как себя этот скрипт ведет с закассированным реквестом значит берем фэтчем ноды смотрим респонс у нас есть закассированная такая то есть в кэсе замачивался наш реквест на то что есть уже там что-то соответственно мы берем оттуда респонс и тупо возвращаем все конец то есть никакого фэтча на сервер не произошло и на этой почве даже ну короче можно сделать такую тему взять выключить наш аппликейсин сервер вот и сейчас по обновлению как ни странно у меня все продолжает работать почему потому что все закассировалось все наши ресурсы критические ноды даже список нод закассирован и все классно теперь я почищу ксс еще удалить все сломалось потому что в кэше уже ничего нет вот так ну и на этой почве вы можете построить любую любой механизм очистки кэша обновления кэша также сервис воркеры совсем недавно по моему даже год назад вели push notification API то есть это вот эти оповещалки которые вам с телефона вылазят сверху также там появилась API для бэкграунд синхронизации то есть даже браузер выключен вкладка выключена но сервис воркер может какой-то я не знаю через какие-то веб сокеты допустим или через какой-то push notification синкать кэш с настоящим аппликейсин сервером и когда вы зайдете на ресурс свой же у вас уже будет up-to-date так сказать данные будут вопросы мэр Квэшнтайм есть ли вы на байк на бюджетский файл я не знаю честно говоря но об этом я нигде не видел мне нигде интересует да да я скажу больше то есть сервис воркеры устанавливаются на определенный скоб то есть вот если вы видели сейчас давайте все хватит сервис воркеры и вот здесь скоб некий есть то есть это рут скоб то есть сервис воркер будет перехватывать абсолютно все если я напишу здесь допустим нодс да то он будет перехватывать исключительно ноды ну или исключительно то что попадает под этот ну допустим на определенный да на определенный раз сервис ну так допустим ноды вот эти и все все будет проходить через этот сервис воркеры и их можно устанавливать единственное что по моему если ты два сервис воркера на один и тот скоб поставишь то они друг другу да а можно с сервис воркера как узнать что я сейчас не имею пусты воркера или онлайн чтобы кинуть допустим воркере есть чувак он перенапывает может с другом с сервис воркера они сделали у себя на сайте когда ты онлайн ну да да соответственно смотри там есть опять же push notification то есть допустим да ты можешь по-любому узнать то что ты оффлайн вот как минимум ты перехватываешь дефолтный реквест он тебе фейдится окей тогда покажи там свой такой ты можешь прям я видел примеры там тоже в гугле делали они сделали свой template энзин через эту штуку то есть допустим underscore тебе с сервера приходит просто стрелька вот этот сервис воркер тебе его обрабатывает и возвращает уже в html как ну на application как в underscore так же там я видел ребята сменялись так если четверг отвечай левой на все картинки отвечай кошечкой что такое можно приколовать вот а про поддержку пара про поддержку есть такой прекрасный соотец не и сервис воркер ради где-то вот да и вот здесь пытаются держать up to date вот эту штуковину это прям какой-то по-моему или chrome или ну короче кто-то сделал вот этот вот чувак страничку где он каждую фичу описывает и как она и поддерживать то есть ну мы можем увидеть тенденцию да вот ей сафари они когда выпадают из этого всего но опять же то есть если сервис воркер ничего не перехватил она будет работать если сервис воркер есть то она попытается что-то оптимизировать но я думаю опять же скоро это будет да да есть полифилы некие которые пытаются это имитировать по моему через основной полифилы они никогда не отличались отличным качеством это всегда такое какое-то временное решение пока не выйдет настоящая реализация еще вопросы с того конца монитора такой вопрос еще слушай вот интересно с точки зрения секьюрити насколько вообще это секьюрити если я имею такой сервис воркер он может по сути с реквестом вытаскивать всю информацию куда-то складировать потом мне отправлять отличнейший вопрос значит сервис воркер работает исключительно на EPS и работают только на local EPS все больше вариантов нет и то есть вся вот эта вот криптография вся SSL защита проходит через сервис воркеры тоже точно так же как и через отдельное свое приложение все то есть там под шаманей что-то очень не получится ну если ну если если я на удаленном компьютере ставлю такой сервис воркер каким-то образом не знаю заставлю пользователя его поставить я смогу из него например сделать аякс реквест вряд ли тебе даст ну короче ты не сможешь кроссдоменно установить сервис воркер нет понятно я пользователя заставлю это сделать он сам ну точно так же ты можешь попросить пользователя дать пароль или насильно заставить ну то есть это уже такой физический фактор и по-моему пока от этого нет никаких защит я понял то есть окей все спасибо все пожалуйста ребята надо еще надо еще сори перебила тебя есть еще вопросы к Нодаре ура нет нет пока ого нет ладно пока никаких таких по работе моментов не было но я хочу предложить каким-то образом заказчику эту идею и активизировать пытаться это установлено поэтому это должно увеличить второй раз да да безуслов то есть любая статика которая никогда не меняется допустим статическая картинка она никогда не изменится и ее можно запрессировать кассировать катет допустим свг да там же есть механизм есть delete метод на series worker конкретном и есть на кэше то есть ты можешь кэш delete и определенный айтем и через цикл ты можешь просто удалить всех я тоже удивился но нет видимо это не актуально в практических целях никому не нужно удалить ну это уже тонкости реализации мне кажется самого кэш механизма смотря как ты хочешь организовать удалять его каждые две недели ты можешь сделать изменения даже в сервис-воркере каким-то образом там еще очень хитрый хитрый механизм обновления самого сервис-воркера получается если сервис-воркер хотя бы поменял один байт своего значения то старый с скопа этого он инсталляться и новый инсталляться ну соответственно там может какой-то подобный механизм есть и на кэш и кэш и и ну не знаю могу так да закрывает да 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 если если ты сейчас откроешь эту вкладку у себя на браузере скорее всего ты там увидишь вот можете прямо сейчас поэкспериментировать написать напишите у себя в браузере сервис-воркеров internals и вы увидите список всех сервис-воркеров которые вас зарядили если если ты только хром откроешь нет 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 стоп 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 это доменная фича и скорее всего это будет просто браузер я думаю в перспективе должно так быть без браузера опять же есть браузер синхронизация ну короче фоновая синхронизация браузер у тебя выключен но на фоне ты можешь как-то отмениваться сообщениями также ты можешь выдавать то есть телефона вот эта штука которая сверху опускается ты можешь с браузера с этого сервис-воркера выдать такое сообщение пора пошли зайти у тебя новое обновление или там у тебя что-то произошло лайк если ну это всегда будет работать это воркер да либо так либо прямо переустановить его с самого аппликейсона да вот все и все он на телефон перемещает можно еще вопросик мы тут просто рассуждаем по поводу тыряние данных дальше в оффлайне можно ли из того что я понял можно ли поставить сервер на какой-то другой скоп вот у тебя скоп стоит htp localhost 1337 а можно ли поставить там на приватбанк на чужой домент нет ты не можешь вот смотри то есть ты ставишь только тот на котором ты сейчас правильно вот тут передается следующим параметром scope и допустим но вот теперь мы идем в браузер я могу поставить такой сервис ну если это какая-то моя аппликация не обязательно localhost например я там какой-то локальный сервер запустил или какой-то удаленный сервер ломлюсь то есть когда я буду находиться на своем хосте вот для него оно и поставится правильно я понимаю ну да ну я сейчас хочу попробовать прям через скажи мне вот получается оно просто мне на мою на мой момент добавила ноутс но я сейчас хочу попытаться на какой-то приватбанк да приватбанк юэй окей ну это ты делаешь поэтому я не беспокоюсь вот вот http s там наверно да нет только не провод это не важно я вдруг прокатит а ты без данных да я не знаю я не пользуюсь я думаю без комью и да просто ей давай погнали сейчас люблю решительных мужчин сервис сервис воркер фейл а дам эксепшен дам 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 рент дам 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 па